На одной из самых длительных строек Новосибирска в микрорайоне Закаменский после долгих лет тишины застучали молотки благодаря совместным усилиям правительства области, дольщиков и фондов. Всего по данным регионального Минстроя в этом году еще 30 объектов выведут из статуса проблемных. Подробности у Дмитрия Антипова. Строительство микрорайона начали в 2008 году. Проблемы же появились в 2012. С тех пор люди, купившие здесь квадратные метры, ждут. И только в 2022 в этом году появилась ясность и хотя бы примерная дата окончания стройки. Сейчас строители ведут черновую отделку помещений в доме по адресу Закаменский, 12. Квартиры, в котором ждут почти 400 собственников. По смете, чтобы завершить работу, потратят 480 миллионов рублей. Сумму собрали из средств фонда защиты прав дольщиков, областного и федерального бюджетов и средств самих людей, которым пришлось доплатить по 7 тысяч рублей за квадратный метр. Значит, на этой площадке три долгостроя. Закаменский 12, Закаменский 13 и Закаменский 11. По Закаменскому 13 фондам также получено положительное заключение экспертизы. В ближайшее время будут проведены конкурсные процедуры, также определен генеральный подрядчик. Новосибирская область уже вышла из красной зоны федерального рейтинга долгостроев. В правительстве регулярно принимают новые меры для поддержки граждан. Так, например, у дольщиков будут выкупать квартиры, если объект заморозили на ранней стадии строительства. Мы приняли решение, что будем осуществлять выкуп дольев у граждан через механизм фонда, то есть с участием областного бюджета, федерального. Граждане будут получать квартиры свои по рыночной стоимости квадратного метра в этом районе. То есть цена абсолютно адекватная. Я просто на будущее, потому что механизм сейчас начинает работать и граждане задают вопросы, какие выплаты они будут получать. Ключи от квартиры в 12-м доме по улице Закаменской новосибирцы начнут получать уже в последнем квартале года. Соседние долгострои планируют закончить к концу 23-го. Сейчас ищут генерального подрядчика. Дмитрий Антипов, Борис Гладких, Новости ОТС. Дмитрий Антипов, Борис Гладких, Новости ОТС.